С нами на связи Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований. Здравствуйте! 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 Вот я знаю, мы посмотрели вместе с вами сюжет, вы его тоже видели. Собственная частная военная компания «Шойгу», у которого подчинение вся российская армия у этого человека. Зачем она ему? Это его личная гвардия, которая в дальнейшем будет защищать его во время смуты, которой так стремительно движется Россия. Как вы считаете? Да, именно одна из причин. Вы же видите, что сейчас фактически в России пошла мода на частные военные компании. Но я бы их называл даже не частные военные компании, а частные преступные террористические организации. Наверное, это была бы лучшая характеристика и лучше бы, скажем так, проливало свет на сущность и деятельность этих компаний. Так вот, мы сейчас можем видеть, что фактически, если раньше можно было говорить лишь о Вагнере, о Вагнеровцах, то сейчас появляются другие и будут все другие. Сейчас есть информация о том, что и «Газпром» хочет себе создать тоже свою частную армию. Ну все почему происходит? Ну потому что фактически Россия покровительствует той же опричине. Очень часто можно было слышать, что рассказывали про Украину, российская пропаганда, да и лично российский президент Путин о том, что у нас якобы какие-то там молодчики, группы там националистические и так далее. Так я хочу отметить, что в украинской армии все добровольцы в структуре вооруженных сил либо нацгвардии. Мы не пользуемся услугами наемников, либо каких-то, тем более, преступников и преступных групп. Это однозначно. А вот в России как раз противоположная ситуация. И вот они стали прибегать к услугам уголовников, преступников, которых берут по статьям, начиная от убийства, грабежа, разбой и тому подобное. Так вот, да. Так вот, сейчас перед этими отрядами, помимо задач участия в боевых действиях, потенциально же организация создается, структура разворачивается. Какие задачи ставятся? Задачи ставятся более глобальные на будущее, что достаточно много сейчас людей, а смотрите, много групп так называемых российских элит влияния, они сейчас фактически вооружаются. То есть опричина идет самая настоящая, идет атаманщина, то, о чем в России часто говорили, но сейчас это у них. И это будет вот накрывать их как снежным комом. Поэтому сейчас все такие компании, как «Газпром», там может быть «Росатом», может быть даже «Нарильскникель», другие, будут создавать отряды так называемых добровольцев. Уже кого наберут, туда наберут. Это уже будет зависеть от того, что кого словят, кого выловят, кого найдут в тюрьме. Для того, чтобы гарантировать и свою безопасность, какую-то личную, своего бизнеса, своих проектов и так далее. То есть это уже сейчас тоже. Ну и плюс. У «Шайгу» же конкуренция с Пригожиным, это очевидно. Она выходит даже в публичную плоскость. То есть они занимаются еще... Они используют войну как, скажем так, для получения собственных баллов, для собственного пиара, для реализации каких-то политических амбиций. То есть они пиарятся на крови достаточно много. Поэтому необходимо показать, что компания «Шайгу» и Минобороны получше, нежели «Вагнер» у Пригожина. Хотя вообще, вы знаете, ну собственно говоря, как-то оно звучит даже дико, чтобы Министерство обороны, где министр руководит фактически всем военным блоком, прибегала и создавала такие компании. Да, удивительно, конечно, там происходит. Но посмотрим, они эти пауки в банке когда-то начнут серьезно кусать друг друга, не просто в медийном пространстве. Начнется отъем бизнеса, начнется передел власти. Но это будет немного позже, наверное, уже после победы Украины. Вчера Владимир Зеленский в интервью BBC заявил, что новое наступление России уже началось. Я хочу процитировать, что российские атаки уже происходят в нескольких направлениях. Об этом сказал президент. Что делают россияне? Они просто пытаются продавить оборону, неся огромные потери. Именно так. Если мы говорим о восточном направлении, действительно началось. Начинались активные боевые действия, скажем так, по передвижению с подкреплением и с прибытием новых сил там, например, на Луганском направлении. Это с начала февраля. Тогда же начались довольно-таки неудачные попытки штурмовать Углидар. И, как заявил украинский президент, что скоро в России будет сложно найти морского пехотинца. Потому что именно как раз под Углидаром 155-я бригада морской пехоты понесла потери. И есть информация, что достаточно много дезертиров сейчас там наблюдается. Но, к слову, тут невозможно, скажем так, пройти вниманием, что генерал Мурадов, который командовал этой операцией, одной из этих операций, и который, в принципе, давно уже участвует в боевых действиях в Украине, командует, он назначен сегодня официально на восточную группу войск России командующим. То есть, в принципе, мы видим, что за провальные операции в России награждают, назначают на новые должности, что, в принципе, наверное, тоже неплохо, потому что не хватает обученных кадров. На наступление идет и под Углидаром, где я упомянул, и Луганское направление. Это направление от Кременой на Лиман. Это район Купенска, Харьковской области. Там тоже бои продолжаются. Со стороны Солидара пытается противник развить наступление на северо-восток район Белогорьевки и дальше на северо-район Северска. Там отбиваются атаки. И также Бахмут, где пытаются российские войска окружить украинскую группировку войск. Им это не удается. Наши силы отбивают атаки. Ну, Авдеевка. Там тоже довольно-таки горячо. Поэтому, да, вот наступление идет. Ихняя тактика. Тактика этих наступлений состоит в том, чтобы живым щитом, фактически просто людьми попытаться продавить украинскую линию обороны. Они подвозят достаточно много людей и размещают их в непосредственных районах неподалеку от ведения боевых действий. Размещают, в принципе, скажем так, достаточно много в одних местах, что достаточно быстро устанавливает украинская разведка и потом поражает эффективно системами Хаймарс места скопления силы. Ну и плюс поддержка артиллерии и танков, которых дополнительно перебросили. Но даже если посмотреть на интенсивность огня артиллерии, то у России, она сейчас, у российских войск, она меньше, нежели было при наступлении на Северодонецк, Лисичанск в мае-июне прошлого года. То есть это уже не 50 тысяч снарядов в день? Нет, нет, это уже меньше. Нет. Но в Генштабе сообщают, что во временно оккупированном Мариуполе россияне мобилизуют бездомных, наркоманов и больных алкоголизмом. Вот это что? Это знак отчаяния уже какой-то? Ну да, это уже... То есть бросать всех, понимаете, это же просто вот так отношение к людям. Они же к людей считают, просто они используют людей для того, чтобы бросить их под пули, для того, чтобы людьми проводить разведку боем, устанавливать позиции украинских сил. То есть они бросают людей, которые должны это делать. Делать проходы в минных полях, да, по-жуковски. Да, да. Я вам скажу, это не новая тактика. Вы знаете, что такие случаи были и уже фиксировались при прошлом массированном наступлении российских войск на Востоке. Это было вот как раз в конце весны, летом 2022 года. Тогда российские войска, несмотря на то, что они наступали огромным количеством, у них было достаточно много артиллерии, достаточно много, они всё сносили, фактически стирали там с лица земли. Но тем не менее на некоторых участках они вот так людей использовали, бросали. Причём людей, которых насильно мобилизовали на оккупированных территориях. И вот так они, такое отношение к человеческим жизням. Ну и плюс, очевидно, что уже просто не хватает людей. Мужского населения уже берут даже там всех кого угодно. Вот так вот воюет противник. Но значит ли вот это всё, о чём мы с вами говорим, что они всё-таки не попытаются пойти вот в какой-то там сильный прорыв? Или всё-таки нечем? Вот на Западе считают, что силы они могли бы там, предположительно, собрать только к маю. Но ведь атаковать-то хочется сейчас, пока западные танки не подоспели. Вы знаете, можно ожидать достаточно много чего. Почему? Потому что мы воюем, у нас такой агрессор, мы воюем с таким противником, от которого можно ожидать даже самых, казалось бы, там безумных сценарий. Да, потому что мы это уже видели на практике. Когда логически, рационально не объяснить, когда западные генералы, эксперты, все хватались за головы, все разведки говорили, что так нельзя, когда они смотрят на огромное количество жертв, с которыми не считается Россия и гонит людей на убой. И это для них вообще неприемлемо. Но для России много чего приемлемо. Поэтому я скажу так, что сейчас мы видим развитие атаки на Востоке, вот этого нападения, она продолжается. Но это большая половина сил, которых Россия подготовила, которых мобилизовали и которые уже воюют, вовлечены в боевые действия. Есть еще у них резервы на территории России, они в приграничных областях с Украиной, которые она может задействовать. И вот куда пойдут эти резервы, либо они будут на усиление наступательных действий по тем направлениям, которые мы уже видим и которые мы обсудили буквально, либо это будет инсенсификация еще боевых действий, либо попытка растянуть нашу линию обороны по другим направлениям, может быть, с севернее Харькова далее, на Запорожское направление и так далее. Я, вы знаете, я вам скажу, что я не удивился бы даже самому безумному, самому бездумному сценарию того, что для того, чтобы, вы знаете, что Россия сейчас во многом живет в духе Второй мировой войны, и они тут так реконструкции всякие пытаются проводить, что они даже бы пытались бы форсировать Днепр и пытаться пробраться на правый берег Херсонской области. Меня бы даже это не удивило. Поэтому, исходя из безумностей и вот таких отчаянных действий нашего врага, украинское командование и готовится, и просчитывает различные сценарии, даже те, подчеркиваю, которые кому-то могут показаться самыми абсолютно иррациональными и безумными. Ну вот, вы упомянули, да, о безумии нашего врага, и хочу сказать, что сейчас на территории Украины ширится воздушная тревога, и в эти минуты мы видим, вся уже карта горит красным, и просим всех быть бдительными. Вот мы уже с вами сегодня в разговоре говорили о том, что у россиян могут заканчиваться, в принципе, ну не заканчиваться, но интенсивность огня намного уменьшилась. Вот говорили, что может наступить какой-то снарядный голод и Украины. Мы знаем, что вот в Америке начали производить снаряды для Украины. И вот заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский в интервью СНН заявил, что для членов НАТО вполне возможно нарастить производство боеприпасов со скоростью необходимой для поддержки Украины. Вот неужели, как вы считаете, Путин верит, что он может истощить вообще вот Запад весь, да? Мне кажется, что по-настоящему Альянс еще и не начинал помогать, и только сейчас понемногу выходит из литургии, и литургия, да, и вот трезво начинает оценивать ситуацию. Ну надо же показать, что Путин же там, помните, говорил о том, что мы еще не начинали. Ну такие, собственно говоря, НАТО по многим параметрам еще не начинало. То есть тоже необходимо понимать, несмотря на то, что там российская пропаганда рассказывает о том, что НАТО уже воюет, и Россия совсем... НАТО воюет в Украине и так далее. То, что говорил министр иностранных дел Лавров, что не соответствует действительности. Что касается вооружений и наращивания. Ну, сейчас делается все возможное со стороны Украины. Украина делает наращивание производства 152-122 калибра, 122 миллиметра калибра, плюс мины, которые для минометов, плюс, конечно же, тоже понимаем, что мы должны развивать нашу оборонную промышленность. Это очевидно. Что касается Запада, то наращивание тоже наблюдается. Я хочу даже вот буквально факты привести, что действительно Соединенные Штаты заказали на 522 миллиона долларов, подписали контракт с производителями, и ожидается поставки уже в марте. То есть это не какая-то там история, которая откладывается. И Германия тоже наращивает, как и другие страны. Конечно, этот процесс необходимо интенсифицировать, он должен быть ускорен. Потому что и об этом постоянно говорит украинская сторона, украинская власть, президент, все, ну на всех форматах и встречах. Потому что это же сейчас залог успеха и безопасности не только и не столько Украины, а всей Европы. То есть необходимо понимать, что если бы России удалось захватить Украину, если бы им удался тот план, который они планировали год назад, вынашивали еще даже раньше, но начали реализовывать год назад, то российские войска двинули бы дальше. А за это время, как раз вот пока Украина сдерживает натиск врага, конечно же, пока Украина сдерживает натиск врага, то за это время у партнеров наших появляется время и возможность сделать, что укрепить свой фланг обороны, что они сейчас делают, так называемый восточный фланг НАТО. Второе. Нарастить расходы на оборону и на военные нужды. Третье. Нарастить производство вооружений, что, очевидно, тоже необходимо. Плюс это же выгода для экономики этих государств. Это выгода для тех же немецких компаний, французских, итальянских, американских. Достаточно много предприятий, задействованные в оборонной промышленности. Даже те, которые работают на гражданские нужды. Потому что там все равно используются элементы двойного назначения. Поэтому это взаимовыгодная история для всех. И поэтому на Рамштайне, который был на этой неделе, делался отдельный акцент на том, что необходимо увеличивать производство вооружений и снарядов, и боеприпасов. Знаете, информация с того же Рамштайна, которая мне лично очень понравилась, это когда наши партнеры не бьют по хвостам, а немножко более дальновидны. Вот еще танки «Леопард-2» не пришли в Украину. Мне понравилась информация, что Нидерланды уже пообещали 20 тысяч снарядов к этим танкам, которые уже готовят. Я посчитал, что примерно получается это по три комплекта на каждый танк, который будет в Украине. Уже запаса снарядов, которые уже будут отправляться в Украину. Но не тогда, когда появятся танки, а потом будут думать, чем их заряжать. Конечно, это очень важно. И как раз вот формат Рамштайн, одна из причин, почему он создан, чтобы вот таким образом координировать действия государств-партнеров, что кто-то может дать снаряды, кто-то может дать непосредственно вооружение, но есть недостаток снарядов, а есть снаряды у какого-то другого государства, и они дают. Поэтому это такое вот взаимодействие. Мне еще, я бы выделил еще шаг, например, Норвегии, которая тоже на этой неделе предприняла достаточно, как мне кажется, очень важный и полезный шаг, который можно было бы использовать и другим государствам. Они утвердили план поддержки Украины на сет, запасности и обороны. Вот это очень хороший сигнал, и мне кажется, что с точки зрения, когда мы говорим о сейчас оперативных нуждах, это один горизонт планирования. Но мы должны думать и о среднесрочном и долгосрочном, то есть учитывая вызовы, которые есть в сфере безопасности и обороны. В этом смысле Норвегия показала достаточно хороший пример. Но, в общем-то, и другие страны, Швеция, которая выделила 390 миллионов евро и бронемашины, передает и Арчер, и свои Дания, которые практически все Цезарь, которые у нее есть на вооружении, артиллерийские установки, и другие страны, которые достаточно активно помогают. Страны Балтии, Польша. Но это очень хороший пример. И, конечно же, важно это развивать в дальнейшем. То есть очень важно, чтобы, как сказал председатель Мюнхенской конференции по безопасности, которая сегодня стартовала в Германии, что не должно быть красных линий в помощи оружием для Украины. Это принципиально важный момент, потому что достаточно удивительно перед каждой передачей какого-то вооружения слышать от представителей отдельных стран, что там, а дальше это красные линии. Мне кажется, что уже все красные линии давным-давно должны быть стерты, потому что уже ясно, кто есть кто в этой войне, на чьей стороне права, на чьей стороне права. Маски все сняты. Сняты маски из России. И все, мне кажется, понятно и очевидно. Поэтому дальнейшие шаги, помимо вот этих позитивных, которые мы только что обсудили, они должны быть в сторону предоставления Украине самолетов, авиаций и дальнобойных ракет. Это достаточно важный момент, и на это сейчас направлены усилия многих. А знаете, что еще важно? Важно то, как меняется отношение европейцев к украинцам, к Украине, к войне в Украине. Ведь от этого зависит то, как политики решают, что давать, как, существуют ли для них красные линии. Вот большинство европейцев сегодня верят, что Украина победит войне, и считают, что нападение России на Украину – это нападение на всю Европу. Вот об этом свидетельствуют результаты опроса «Юпиньонс». Вот хочу озвучить цифры. В победу Украины в войне верят 61% опрошенных европейцев. Доля соглашающихся с этим утверждением колеблется от 51% в Италии до 81% в Польше. Ну, достаточно все очевидно, как мне кажется. Потому что, когда мы говорим о российской агрессии и российском вторжении, то мы можем говорить… Почему я так акцентирую внимание на слове «очевидность»? Почему? Потому что очевидно нарушение грубейшей нормы международного права и устава ООН. И вообще у всех комплексов соглашений, которые были, и еще начиная с Советского Союза, Гельсинский, заключительный акт НБСЕ 1975 года, Россия же объявила себя правоприемницей Советского Союза. Очевидно, это все для нее имеет юридическую силу. Это все нарушено. Дальше мы видим природу этой войны, которая имеет откровенно геноцидный характер, когда уничтожаются мирные города, стираются с лица земли села, выезжают люди, люди живут в жутких условиях, умирают, их убивают. Мы видели, что происходило на оккупированных территориях. Тот ракетный террор, который позволяет себе Россия. Это вторая очевидность. И третья очевидность – это агрессивные амбиции и аппетиты России и Кремля. Если не остановить сейчас и всем не объединиться и не создать действительно ту самую мощную антипутинскую коалицию, которая в принципе действует, но ее необходимо все равно укреплять, есть куда, мы уже говорили о вооружениях и так далее, то Россия просто пойдет дальше. Поэтому это экзистенциальные вызовы для Европы и для нас всех. И, конечно же, реакция людей, но она правильна, потому что люди все видят и прекрасно понимают. Хотя Россия постоянно пытается делать какие-то обросы, естественно, пытается использовать пропаганду, фейки различные для того, чтобы искажать информацию, для того, чтобы пытаться создать волнение внутри Европы, поддерживая определенные организации разного там радикального экстремистского толка. Они не покладают рук в этом плане ихние спецслужбы, ихняя агентура. Но даже несмотря на их старания, вливание в это десятков сотен миллионов долларов из российского бюджета все равно не удается исказить общественное мнение, что достаточно хорошо, потому что люди действительно видят правду. Да, мы видим, они проигрывают не только на поле боя, и проигрывают информационную войну в той же Европе в том числе. Спасибо вам большое за этот интересный разговор, за ваши пояснения и комментарии. Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований, был в нашем эфире.